Привет! Если говорить честно, то просматривая свои материалы на блоге на этом, я очень хорошо осознаю, что вряд ли там что-нибудь есть новое. Что-то такое необыкновенное, совершенно диковинное, никем не изведанное ранее и придуманное мной. Все старое как мир. Общеизвестные вещи. Просто они как-то пропущены через мою сущность и как-то высказаны каким-то моим присущим только мне способом. Больше ничего. Поэтому я не претендую на что-то такое сверхординарное. Но хочу вам сказать вот какую вещь. Основные истины должны повторяться в разных вариациях, разными людьми, в разных обстоятельствах, чтобы они как-то заседали в голову. И так, глядишь, человек, который их наблюдает, слышит, руководствуется ими, что-то в его жизни начинает происходить. Так вот, хочу вам сказать что-то такое серьезное, касающееся многих людей. Внимательно. Не важно то, что у тебя... Не важно то, чего у тебя сейчас нет. Вот как. Но не важно то, чего у тебя сейчас нет. То, чего тебе не хватает. Важно то, что ты делаешь с тем, что ты имеешь. У тебя может быть не быть этого, того, третьего, пятого, десятого. Но у тебя что-то есть. И вот что ты с этим делаешь? В мире множество историй, когда люди начинали даже не с ноля, а с минусом. Без поддержки, без связи, без образования, без надежды, вопреки мнению окружающих, вопреки всем обстоятельствам, вопреки всему, начинали и добивались успеха. Они использовали то, что у них было. Редкие птицы. Большинство людей рассказывают, чего у них нет. Вот если бы, вот если бы, вот в бизнесе нашем, я часто слышу, вот если бы продукт доставлялся бы быстрее, а не так, как сейчас. Ну что это, три недели ждать? Да, хорошо было бы, чтобы на завтра был продукт. Сегодня заказал, завтра продукт получил. Было бы здорово. Но раз этого нет, что-то можно делать? С тем, что ты имеешь. Человек говорит, ну я должен дождаться продукта, я должен его попробовать, я должен его изучить, я должен его, значит, протестировать и так далее, и так далее. Только тогда я имею возможности, право, и тогда начать зарабатывать. А другой человек, и он сидит без денег. А в это время дома жена ругается, что нет денег, что ты последние деньги куда-то опять засунул, что у тебя нет мозгов, что ты сидишь дома на диване и ни хрена не делаешь. Он говорит, а что я могу сделать? Продукта нет, я его жду. А другой парень, у которого нет денег на продукт даже, он его зарабатывает. Он не сидит, а строит бизнес. Он рассказывает. Я часто рассказываю эту историю знаменитую, о том, как одна женщина, у которой было только 10 долларов, и она могла купить только атрибуты бизнеса. Не сам бизнес, а атрибуты. Там брошюру какую-то, там значок, там что-то такое. Ну уж да, такая была сильная, что она пошла на улицу с этим брошюрой рассказывать людям о том, что есть такой продукт, который им может помочь. Останавливает там женщину и говорит, вот вы такая, такая-сякая, вы пользуетесь такими-то вот продуктами? Называет компанию и продукт. А говорит, нет, а зря. Смотрите, что вот у меня есть, брошюра. И начинает рассказывать. Видите, какие замечательные продукты? Они вам помогут. Потому что у вас вот такие проблемы, такие проблемы. А эти продукты разрешают эти проблемы. Я сама их не пробовала. У меня их нет. У меня есть только вот эта брошюра и долги. Но я могу вас познакомить с человеком, который вам продаст эти продукты. Это мой будущий спонсор. И тогда на вырученные от продажи вам деньги я смогу купить себе бизнес. Пакет дистрибьюторский. И тогда уже там будет продукт, я сама его попробую. А вы будете первой моей клиенткой. И когда я разбогатею, я всему миру расскажу, что вы были первым человеком, который мне поверил. И ошарашенная на улице женщина говорит, ну вы даете. Ну хорошо, пошли. И с этого она пошла, купила продукт, спонсор вырученные деньги, дал своему дистрибьютору будущему. Так купила контракт, подписалась и начала работать. И это был старт. Вот вам пример. И потом эта женщина стала миллионером, одной из лидеров испаноговорящего рынка во всем мире, в этой компании. Таких примеров множество. И это пример, когда человек говорит, не важно, чего у меня нет, важно то, что у меня есть, и то, что я с этим делаю. Не важно, чего у меня нет, важно то, что я делаю с тем, что я имею. Важно то, что я имею, и делаю с этим что-то. Никогда не будет все правильно, прекрасно и красиво. Никогда, нигде, ни в чем. Всегда будут проблемы, и это и есть суть жизни, решать проблемы. В бизнесе точно так же. Поэтому, друзья мои, если вы стоять можете, вы уже можете начать что-то делать. Если вы уже в компании какой-то, вы уже можете начать что-то делать. Если у вас есть инструменты, система, если у вас есть спонсор, если у вас есть знакомые, если у вас есть голова, язык, многие долги и желание вырваться из этого дерьма, то тогда вы можете преуспевать. Но если у вас нет самого...